Проволочки с газификацией сельских домов и завышенная стоимость самой услуги, а также жилищные и коммунальные проблемы. С этими и другими вопросами жители Котельниковского района обратились к руководителю региональной общественной приемной президента России Дмитрию Сафонову в ходе проведения им очередного выездного приема граждан. С подробностями Станислав Лопатин. Валентина Котоврасова уже много лет стоит в очереди на получение жилья. И вот к 60 годам дождалась. Ей наконец-то была предложена квартира. Но какая? По словам женщины, помещение наспех отремонтировано после сильного пожара. Линолеум постели на обгоревшие доски и в полу провалы. Пенсионерка отказалась туда въезжать, резонно решив, что жить там невозможно. Однако местные чиновники поставили ее перед выбором. Сказали, что мы вас с очереди снимем. Я говорю, ну, другие варианты. У нас нет других вариантов. С очереди. Как они имеют право меня с очереди снимать? Столько лет постоял. Главный федеральный инспектор по Волгоградской области Дмитрий Сафонов, проводивший прием, считает, что действием чиновников должна быть дана правовая оценка. Этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы. Как сейчас доложил прокурор района, завтра начнется проверка, потому что те факты, которые были изложены заявителем, они вопиющие. Когда после пожара, так сказать, производится некачественный ремонт и некачественное жилье предоставляется нуждающимся гражданам, это неправильно. Я считаю, что это ограничит с преступлением. Не менее острая проблема и у Людмилы Кокориной, которая вместе с соседями на своей улице давно мечтает провести газ в свой дом. Люди собрали часть средств на изготовление проектной документации. Районы власти тоже оказали помощь. Но уже при подключении к голубому топливу, которым занимались местные чиновники, за газификацию вдруг потребовалась сумма, во много раз превышающая первоначальную. Глава района выделил 1,4 млн, стоит газ 1,7 млн, мы оплатили 2,4 млн. И плюс 2,4 млн, и плюс 1,4 млн, и теперь газ стоит уже не как 1,7 млн, а стоит 4,6 млн. Конечно, в данной ситуации должны разобраться правоохранительные органы, уверен Дмитрий Сафонов. В то же время было дано поручение главе района обратить внимание на работу местных чиновников, которые вызывают нарекания со стороны жителей. Самое основное, что вызывает серьезные опасения, что многие руководители до сих пор не могут научиться общаться с людьми. Если говорить в кавычках, общаются с ними через губу. Я думаю, что эту ситуацию надо кардинально менять и быть ближе к народу, жить его чаяниями и ежедневно, ежечасно заниматься тем, чтобы люди были довольны властью. В ходе приема было рассмотрено около 20 обращений граждан Котельниковского и Октябрьского районов. Каждый из них Дмитрий Сафонов взял под личный контроль и дал поручение местным властям решить вопросы своих жителей в кратчайшие сроки. Станислав Лопатин, телекомпания «Ахтуба». Субтитры создавал DimaTorzok